Я третий и заключительный участник сегодняшней курилки и моя лекция будет посвящена беспилотным летающим роботам и тому, как можно их использовать для автономной доставки грузов, посылок и каких-то других вещей Итак, начинаем Можно пультик, чтобы слайды переключать? Окей Итак, это заставочка Как полагается, пару слов о себе Я работаю в университете Иннополис, в лаборатории робототехники по совместительству аспирант Института физики КФУ Ну, в принципе, Айсел уже все за меня сказала Вот, а сначала я хотел показать небольшое видео для затравки Сейчас мы его попробуем поставить Я буду комментировать After rising vertically, like a helicopter, to nearly 400 feet, this amazing hybrid design assumes a horizontal orientation and becomes a streamlined and fast airplane. In time, there'll be a whole family of Amazon drones, different designs for different environments. This one can fly for 15 miles, and it knows what's happening around it. It uses Sense and Avoid technology to, well, sense and then avoid obstacles on the ground and in the air. Back at the house, you're getting a message on your tablet to say that your Prime Air delivery is arriving. And it goes back to vertical mode and scans the landing area for potential hazards. This amazing innovation then lowers itself slowly to the ground, drops off the package, and flies straight back up to altitude. And moments later, you're walking through the door with a brand-new pair of Puma Evo Power Firmgrounds, soccer shoes, size 3 for Milly, and a nylon bone chicken-flavored Dura shoe for Naughty Naughty Stewart. And balance is... is... is restored to the universe. Понятно, да, основная идея ясна. Amazon анонсировала сервис беспилотной доставки покупок с помощью... автономной доставки покупок с помощью беспилотников. Подобные планы имеют DHL и некоторые другие транспортные компании. И, в принципе, в 2015 году Amazon уже планировала этот сервис запустить, но из-за юридических ограничений все это затягивается. И я надеюсь, в этом году, в крайнем случае, в следующем, такой сервис у них появится. Вот. Ну, это один из примеров того, как можно использовать дроны. В принципе, на мой взгляд, довольно впечатляющий пример. И можем перейти дальше. Для начала хотел бы сказать, что такое вообще дроны или беспилотно летающие роботы. Название произошло от английского «дрон», которое переводится как «самец пчелиной семьи» или «пчелка». И, видимо, дроны жужжат точно так же, как и пчелы. И поэтому первая ассоциация была такая. Ну, и закрепилась как-то в дальнейшем. Вот. Они делятся на три типа больших. Первый тип – это дроны, похожие на самолеты. Второй тип – это дроны вертолетного типа. Они могут быть как обычные вертолетики, так и собраны по схеме с четырьмя пропеллерами. Тогда это называется квадрокоптер. В принципе, там может быть любое четное количество пропеллеров. И третий вид – это конвертопланы. Это устройства, которые совмещают в себе оба преимущества вертикального взлета вертолетов. В дальнейшем винты у них поращиваются горизонтально, и они летят как самолеты. Почему это хорошо? Потому что для движения вертолету нужно потреблять очень много энергии. Гораздо больше, чем самолеты, потому что у того есть подъемная сила крыла. Если дрон потребляет, вертолетный тип, потребляет где-то 110-120% своей массы, ну, должен, точнее, затрачивать усилие, равное 120-110% своей массы, чтобы двигаться вперед, то для самолета достаточно 30% примерно. А конвертопланы призваны решить эту проблему и совместить удобство с экономичностью. А по виду управления они бывают удаленно управляемые, когда оператор надевает на себя очки виртуальной реальности или сидит перед монитором и с помощью джойстика рулит этим вертолетиком, либо автономные. Ну, удаленно управляемые – это не круто, а вот хотелось бы сделать такие автономные, чтобы они сами знали, куда лететь, сами понимали, где препятствия, как его обогнуть и как построить путь. Как вы видите, здесь автономный дрон изображен от компании DARPA, и, что интересно, он весь увешан практически всякими сенсорами, потому что это его глаза и органы чувств, и без них он просто врежется или что-нибудь еще нехорошее с ним случится. Где они могут применяться? Ну, первое применение, на которое приходится процент 80, наверное, всех дронов, даже не дронов, наверное, а денег, которые вкладывают в этот отрасль, это военные. Здесь мы можем видеть военный дрон американской армии, уже не первого поколения, и он применяется как для разведки, так и для каких-то ударных операций, и за последние лет пять он тысяч десять, наверное, боевых вылетов совершил в Афганистане и Ираке. А справа миниатюрный дрон-шпион, который тоже в полевых условиях очень удобно использовать, небольшая компактная коробочка, солдат ее открывает, запускает, и на консоли, в общем, смотрит, что и где находится, если речь идет о какой-то военной разведке. Еще одним из интересных применений дронов или коптеров являются гонки. Ну, во-первых, это игрушки, да, то есть многие дети бы мечтали иметь, я бы тоже мечтал в свое время иметь такую штуку, которую можно порулить и посмотреть на телефоне вид от первого лица. И второе, это гонки. Существует даже лига гоночных коптеров, и в разных странах, в разных городах проводятся гонки. И хотелось бы видео показать от первого лица. Если видно, да? Ну, вообще классно. Я вот тоже загорелся, когда посмотрел это видео, и тоже хочу собрать такой гоночный квадрокоптер, чем-то «Звездный войн» напоминает. Вот, но вот он упал в конце, бывает такое, к сожалению. Вот, еще одним применением является аэрофотосъемка, когда для рекламных целей или вообще для каких-то пиар-акций поднимают в воздух коптеры, снимают с высоты какие-то объекты. Вот некоторые продвинутые даже свадьбы умудряются снимать, а экстремалы вешают на руку браслет, бросают дрон в воздух, и тот летит за ними и снимает, как они спускаются с гор там или на серфе катаются. Ну, и примерно что-то такое делают. Еще одним важным применением является 3D-реконструкция, когда дрон облетает какой-то памятник архитектурный и фотографирует его с разных сторон, а потом специальным софтом все это сшивается, и получается 3D-модель, которую потом можно распечатать на 3D-принтере или как-то еще использовать. И я думаю, что вот те памятники, которые сохранились, активно оцифровываются сейчас для того, чтобы с ними, ну, они как-то остались в памяти, и с ними не случилось таких неприятных вещей, про которые рассказывал предыдущий докладчик. Ну, понятно, что картографии и топографии – это сам Бог велел. Ну, и также МЧСники используют для того, чтобы находить лесные пожары и какие-то еще области катастроф экологических, ну, и, в принципе, для поиска пострадавших или пропавших без вести. Ну, а самое интересное, на мой взгляд, ну, не самое, но одно из самых интересных применений принадлежит Коптер Экспресс и его директору Олегу Памфиленку. И, в общем, сейчас мы посмотрим, как это было. Ну, суть такая, в общем, захотелось пиццы прямо в парке. Курьер сделал заказ в интернет-магазине. И, в общем, пицца полетела. Курьер сделал заказ в стране Олегу Памфиленку. Курьер сделал заказ в интернет-магазине. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok И поэтому, в принципе, для широкого распространения это не очень пока перспективная технология, потому что пока дешевые водородные двигатели делать не научились. И, ну, не знаю, я лично думаю, что, точнее, если бы я выбирал, на чем построить свой транспортный небольшой коптер, я бы сделал ставку на перспективные виды аккумуляторных батарей. Ну, это мое мнение. Вот, и, собственно, все это я говорю к чему? Потому что, так или иначе, но проблема до 20-30 минут будет решена, и лет через пять мы увидим, что время пребывания коптера в воздухе увеличится там до нескольких часов. Это уже кое-что, и это уже значит, что БПЛА может покрыть более длительное расстояние при перелете, и, ну, так скажем, экономическая эффективность возрастает. Вторая проблема, которая связана с применением коптеров, ну, или вообще, в принципе, БПЛА, это проблемы юридические. Потому что многим людям не нравится, точнее, не так, когда коптеры, так скажем, стали доступны всем, то есть каждый может пойти в магазин и купить себе такую игрушку, возник вопрос о неприкосновенности личной жизни, ну, частной жизни, да. И это одна проблема, а вторая проблема, то, что такие штуки можно использовать в террористических целях и вообще во всяких нехороших. И поэтому страны сейчас, с одной стороны, затягивают гайки, принимая законы, которые запрещают, так скажем, широкое применение в личных целях и в коммерческих целях такие аппараты. Но одновременно с этим они понимают, что с этим связаны большие перспективы в плане бизнеса и они стараются построить свои законопроекты таким образом, чтобы, с одной стороны, обезопасить людей, а с другой стороны, дать бизнесу шанс развиваться и конкурировать на мировом рынке. Такой закон существует в Соединенных Штатах. У нас он вступает в силу 1 апреля этого года, то есть совсем скоро. И мы узнаем, что нас ждет, ну, точнее, российский бизнес в этом смысле. И какие перспективы его ждут. Если проблемы этим можно побороть, то остается последняя проблема. О том, как заставить этот аппаратик прилететь по нужному маршруту и как заставить его... Да, ну, в принципе, логично было бы сделать это по GPS-меткам. Так, в принципе, и делается, но возникает одна проблема. Во-первых, точность GPS составляет в условиях города плюс-минус 5 метров. Ну, бывает и меньше, но если брать с запасом, то точность такая, что, естественно, недостаточно для позиционирования. Вот. И вторая проблема – это наличие вот в городах вот таких вещей, да, в которых коптер всегда может запутаться, врезаться и пострадать. Или вообще поломаться. Как это обойти? Сейчас, по секунду. Нам на помощь приходят сенсоры. Если вы вспомните, первый слайд, там один из первых слайдов, там, где автономный дрон был вешен кучей проводов и сенсоров. Вот такие штуки на нем висят. Сейчас я вкратце объясню, что к чему. Ну, во-первых, мы можем использовать сонары, такие устройства, которые чем-то, которые, в общем-то, повторяют принцип летучих мышей, которые пищат, испускают ультразвук и слушают, то есть это эхолокация называется, для того, чтобы определить препятствия, которые перед ним возникают. То есть, по идее, сонары делают то же самое. То есть, благодаря ним дрон может понять, что перед ним препятствия или там слева препятствия, справа препятствия. Но этого недостаточно, потому что надо знать не только, что есть препятствия, а как его еще объехать и облететь. И тогда на помощь приходят камеры глубины. Эта камера глубины представляет из себя просто две камеры, которые расположены на фиксированном расстоянии и действуют точно так же, как два наших глаза. Если мы снимаем изображение с двух камер, одно, то, зная расстояние между ними, по стереопроекции, мы сможем вычислить объемное облако точек, как это называется, облако точек, или объемное изображение получить предмета, который находится перед этой камерой. И, соответственно, понять, куда лететь и как его обойти. Используются для подобных целей еще и лидары. Лидары – это примерно то же самое, что лазерный радар. То есть все знают, да, что как работает радар. Лидар работает точно так же, только он спускает не радиоволны, как обычный радар, а, так скажем, свет в видимом или инфракрасном диапазоне. И вот так вот сканируя по полоскам пространства, он и помогает получить все то же самое, то же самое облако точек, то есть трехмерное изображение окружающего пространства. Ну и еще и видеокамеры используются, без них никуда, а почему, будет понятно потом. Ну вот, изображение с камер глубины. У камер глубины бывает несколько видов, как бы это сейчас не так важно. Просто важно понять, что они получают вот такую картинку, где вот прекрасно угадывается объемность человека. Или вот, допустим, картинку комнаты. Красная – самое близкое, голубое – самое дальнее. Или вот вообще такую плоскую картинку, где светлое более близкое, темное – это где-то далеко. И на эти, ну, идея в том, что, чтобы получать не просто этот облако точек, а на него еще накладывать текстуру, которая вот с одной камеры получается. Ну, то есть у нас же две видеокамеры, по двум мы строим глубину, а по одной из них мы накладываем текстуру. И вот получаются примерно такие штуки, когда есть, по сути, получается 3D-модель, опять же, когда мы понимаем, какое расстояние до тех или иных точек и как это еще при том выглядит, что дает нам возможность сманеврировать и проложить путь удобным образом. Вот, пара картинок средаров, как я говорил, это примерно то же самое, что и… То есть они, в результате их работы получаются примерно то же самое, что и с помощью камер глубины. С помощью ударов, кстати, работают беспилотные автомобили Google. Если вы хоть раз видели фотку, у них на крыше стоит такое устройство, которое сканирует как раз окружающее пространство и выдает вот примерно такие картинки. Ну и видеокамеры зачем, да? Вот мы видели видео, что в конце дрон подлетает на площадку и заботливая мама расстелила внизу буковку А. То есть это визуальная метка, по которой дрон должен понять, что ему нужно сесть именно в эту точку. У него есть камера, которая смотрит вниз. Благодаря алгоритмам компьютерного зрения этот шаблон высчитывается, угадывается среди нерегулярного изображения травы, зелени. И вот как это происходит здесь. То есть только здесь это прицеливание по кресту, а в принципе можно и буковку А вот так же аппроксимировать всякими кривыми линиями. И по этой визуальной метке окончательное прицеливание осуществляется. Ну и может умные компьютеры и умные алгоритмы могут вычислять какие-то регулярные структуры на Земле, типа домов или ангаров. Или в принципе даже ориентироваться по одной камере. Здесь очень простая идея. Вот дрон летит, допустим вправо, влево чуть-чуть двигается и потом вперед. И он понимает, что вот эти точки двигаются быстрее, потому что они находятся ближе. А вот эти точки, они двигаются медленнее, потому что они находятся дальше. И такие точки он отмечает красным, которые двигаются быстрее, которые двигаются медленно. Он отмечает зеленым. Он понимает, что красные ближе, зеленые далеко. И он видит, что если впереди нет красных точек, которые в центре изображения, то значит все нормально Он пролетит, эти уйдут направо и налево, и в принципе он может двигаться дальше То есть это один из алгоритмов, который применяется И он ни на каком стереозрении не основан, а просто основан на одной камере Ну и что мы получаем в итоге? Законы нам обещали, что примут, батареи обещали, что изобретут Автономных тронов мы сами запрограммируем, или уже кто-то запрограммировал Ну и как итог, можно сказать, что через 5 лет или в ближайшее десятилетие Нас ждет бурный рост доставки грузов с помощью беспилотных систем Здесь будут участвовать не только беспилотники Здесь будут участвовать и беспилотные грузовики, и беспилотные автомобили Но принцип остается одним и тем же Очень большой процент грузоперевозок, очень большой процент логистических процедур Будет выполняться с помощью таких систем Ну и можно посмотреть завершающий слайд Как последний штрих Здесь представлен имеющийся данный и прогноз на несколько лет вперед По тому доходу, который получают люди, используя беспилотники Сюда включены доходы как с продажи беспилотников Так и доходы от их использования в каких-то коммерческих целях Так и в военной сфере Ну видно, да, военная сфера растет, но не так быстро Вот что касается коммерческих применений То рынок будет расти очень быстро, согласно прогнозам И вот здесь вот отложены миллиарды долларов Спасибо Аплодисменты Аплодисменты Спасибо 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 Спасибо